Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политака, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, политолог, политтехнолог и писатель Михаил Шетельман сегодня вместе с нами. Михаил, здравствуйте и рад вас видеть. Здравствуйте, Вадим, здравствуйте, зрители. Ну что же, утро начинается не с кофе, утро начинается с информации с фронтов. Анна Малер, заместительница министра обороны Украины, сообщила о том, что вооруженным силам Украины удалось продвинуться в Бахмуте, но Россия подтягивает отряды десантников. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины, заявил о том, что Бахмут – это прелюдия к контрнаступлению. Давайте вот начнем с обсуждения того, что сейчас происходит, потому что вновь и вновь внимание приковано именно к Бахмуту. Логично. Сегодня, кстати, еще Пушилин с их стороны заявил, что они захватили все прям стратегические высоты, не знаю какие, но прям сегодня захватили. Видимо, вот эти подтянувшиеся десантники. Ну, там более-менее как бы понятно, что происходит, но с непонятным пока исходом. Наши смогли отбить часть вот этого клещей окружения, да. Внутри города стоят вагнеровцы, вагнеровцы пытаются захватить последние, как они называют, два квадратных километра. Ну, это там все вы слышали, Пригожин, все такое. Вместе с тем одновременно на флангах отступает регулярная армия РФ. То есть, такая странная, да, операция, когда... И Пригожин об этом публично говорит, что российская армия бежит со своих позиций. Да, и получается, одна армия наступает в самом городе, а совершенно другая отступает на флангах. Ну, в любом случае, если это так и будет продолжаться, то это для нас будет крайне выгодная ситуация, потому что даже если Пригожин захватит весь Бахмут, а в это время наши будут стоять вокруг, то получится, что Пригожин в окружении в Бахмуте. И таким образом Чаваковагнер окажется в окружении. Но это идеальный для нас, идеальный для нас расклад. Начнется ли с этого наше наступление? Может быть, оно прямо оттуда и начнется, это же по-разному бывает, я не знаю. Но вообще, главное же как? Главная же цель наступления — уничтожить армию противника. То есть, не просто там заводить территорию, нужно именно уничтожать армию противника. Но насколько мы можем судить сейчас по разным цифрам, которые поступают из Генштаба, это удается, судя по числу погибших россиян, судя по числу уничтоженной техники, это все вполне получается. Поэтому, слушайте, ну тут, честно говоря, а что тут сказать-то? Надо только пальцы держать за наших, и все. Потому что то, что в Бахмуте происходит, это очень тяжелая кровавая битва. Уже у кого-то, у кого не спросишь, тут у всех родственники в Бахмуте, друзья в Бахмуте. Это правда. Пока это явно главная битва этой войны. Просто главная битва, что-то там кто не говорил, про другие места тоже обидно. Все сражались везде, в разных местах. Но пока это самая большая, самая крупная битва, и наибольшее количество украинских воинов прошло через нее. Ну а мы же помним, как несколько месяцев тому назад и американские партнеры, и некоторые европейские высказывали мнение так осторожно, что, может, лучше вам оставить позиции в Бахмуте и выйти на более выгодные рубежи. Ну а Зеленский во многих своих интервью подчеркивал, что мы можем оставить позиции в Бахмуте, но это противнику откроет прямую дорогу на Славянск и Краматорск. И есть определенные политические моменты, которые мы не можем отбрасывать со счетов. Да нет, тут, знаете, больше, похоже, все-таки военная точка зрения победила. Я имею в виду наших военных, которые считают, что это и есть самые выгодные позиции. То есть, еще раз, в чем цель нашей оборонительной операции? Не в том, чтобы удержать территорию, потому что на два километра туда сдвинулись или на два туда, это не вопрос, оккупированы эти два километра, не оккупированы. Это Россия так считает, потому что надо докладывать Путину. Нам не надо никому ничего докладывать. Цель нашей оборонительной операции именно уничтожение российской армии. И когда мы ее уничтожаем уже 9,5 месяцев именно в Бахмуте, это означает, что Бахмут действительно оказался самой удобной точкой, самой удобной позиции для уничтожения российских войск. Вот и все. И об этом многие военные, ну кто вообще хоть что-то говорил, так примерно это и описывали. Ну мы отступим на 20 километров. В 20 километрах что есть более удобные позиции? Ну, видимо, нет. Видимо, эти позиции были самые удобные. И, кстати, вот видите, судя по тому, как развиваются события последнюю неделю, наше военное руководство как раз и оказалось справа, потому что именно там и удалось, похоже, разломать эту российскую армию наступающую. Кстати, есть сообщение о том, что был осуществлен, нанесен удар по командному пункту противника в Клещевке, в результате чего был оликвидирован заместитель командующего, ликвидирован командир, там начальник штаба, заместитель командира, уничтожено неизвестное количество вооружений и военной техники. Ну, а из нового, из нового то, что мы сейчас наблюдаем на фронтах, это вот эти взрывы в Луганске. Сложно вспомнить, когда такое ранее было в этом городе оккупировано. Так практически вспомнить-то и невозможно, потому что до сих пор удары по Луганску наносились очень редко. Они наносились беспилотниками малой мощности. Да, там удавалось что-то как-то зацепить, но это не было системным. Это не было системным, потому что от линии фронта до Луганска, ну, там 130, по-моему, километров, а если у тебя 130 только до линии фронта, значит, стрелять тебе нужно на 150. Ну, ты же не будешь самой линии фронта стрелять. А на 150 у нас ничего не достреливало, поэтому это только некие, ну, отдельные были выстрелы. Но к нам приехали ракеты Shadow. Видимо, это они, судя по всему, наносят туда удары. Ну, представители так называемой ЛНР говорят, что это вот эти Storm Shadow, которые нам Британия передала. Да, а Storm Shadow, у них же там очень мощная как бы боеголовка, я так понимаю, там какие-то сотни килограммов. То есть это не Хаймарс, у которого 90 килограммов взрывчатки, это сотни килограммов взрывчатки. Поэтому это способно производить, ну, такие настоящие огромные взрывы, как мы видели. И Луганск, он оставался последним, в общем-то, неохваченным нами логистическим центром. Еще Мариуполь, но по Мариуполю мы хотя бы били вот этими планирующими бомбами. В какой-то момент, когда американцы нам их поставили, видимо, они у нас кончились, или мы их решили экономить. Может, так, потренировались на Мариуполе. Но в последнее время же не бьем по Мариуполю. Луганск, а Луганск это то ключевой центр, через который идет снабжение российской армии по всему Донбассу в том числе. Поэтому, ну, один из, он не единственный, но один из. Поэтому я думаю, что эти удары и продолжатся. Сегодня утром продолжились, знаете, это уже третья такая серия ударов. Прямо сегодня утром еще одна была серия. И выбиваем мы там и штабы, и склады. И для нашего наступления на Донбассе это прям было совершенно необходимо, поэтому англичане нам дали. Ну, и сегодня хорошая новость, кстати, из Британии, только что прям свежак. Про беспилотники, да? Да, так как сегодня вот туда приехал Зеленский, не знаю, приехал уже или едет встречаться с Унаком. И как уже пошло по традиции, что вся Европа куда не приедет, сразу дает какие-то вооружения новые. Зеленский не возвращается с пустыми руками. И только что Великобритания объявила, что предоставит нам зенитные ракеты. Это ладно, но еще беспилотники как ударные на 200 километров. Радиус действия 200 километров. То есть это снова покрывает всю оккупированную россиянами территорию. Ну, а тем временем Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что Россия накопила в Херсонской и Запорожьской областях 152 тысячи. Солдат отвода боевых подразделений в данных регионах не фиксируется. Это вот тем сообщением, которые вот ранее были по поводу Энергодара, по поводу возможного жеста доброй воли. И в разведке украинской говорят о том, что перед противником нашим стоит задача удерживать эти территории. Эвакуацию в кавычках с оккупированной территорией Юга Украины россияне используют как ширму для проведения контрразведывательных и фильтрационных мероприятий. Ну, то, что они наших жителей отправляют в концлагеря, мы это знаем, они это называют фильтрационными, давайте называть вещи лучше своими именами. Это концентрационные лагеря, через которые прошли жители Мариуполя в большинстве своем. Сейчас то же самое, видите, происходит с жителями Запорожьей области, отправляют в концлагерь. Но немцы тоже говорили, знаете, детям еврейским, что они едут в этот загородный лагерь, в санаторий отдыхать, а потом убивали их в газовых камерах. Вот сейчас россияне то же самое делают с жителями Запорожья, мы это должны помнить. Вот. А насчет того, будет это жест доброй воли, не жест доброй воли, он ведь случится не сразу, он случится только тогда, когда наши смогут отрезать их от поставок всего. Чтобы россияне сбежали из Энергодара, надо, чтобы наши их отрезали. Сегодня, кстати, было тоже заявление совместное, вчера уже, наверное, президента Франции и Украины, с требованием к россиянам выйти с Запорожьской атомной станции. Но это в плане, так сказать, безопасности самой атомной станции, она, естественно, россиян не интересует безопасность атомной станции. Напротив, они там что-то заминировали, разместили взрывчатку прямо в энергоблоках, там рядом с энергоблоками, подвалах энергоблоков. Так что их-то это не страшит, никакая ядерная катастрофа, им это только подавай. Ну, поэтому придется их отрезать, полностью отрезать. И я думаю, что наша сейчас армия как раз ровно этим занята. Просто это сложно и долго. По поводу европейского турне Владимира Зеленского, вот эта череда зарубежных визитов. Сначала Виталий, он встречался с премьер-министром Итальянской республики Мелони. Я думаю, что отдельно необходимо поговорить и проанализировать о его встрече в Ватикане с Папой Франциском. На фоне вот этих уже многочисленных заявлений представителей Ватикана о вот этой секретной миссии, которая направлена на урегулирование российско-украинской войны. Затем Зеленский взял курс в Германию, встретился с Шольцем. Германия объявила рекордный пакет военной помощи для вооруженных сил Украины. И по поводу Франции стало известно о том, что Франция обязалась передать Украине десятки бронемашин и легких танков. И все вот это происходит на фоне риторики, что Украину необходимо принимать в Северно-Атлантический альянс. Кто бы мог ранее подумать, что об этом так активно будут говорить как раз вот французские и немецкие власти. Ну да, осталось уговорить еще 30, сколько, 29 стран. Пока еще, может быть, не все будут однозначно согласны. Но вы знаете, саммит приближается. Было уже кем-то в очередной раз заявлено, что, скорее всего, прямо на саммите нас в НАТО не позовут, не пригласят. Такого не будет. Но, в принципе, главное, чтобы об этом говорили. Главное, чтобы саммит был этому посвящен во многом, который будет в Вильнюсе в июле. А то, что нас пока не позовут, мы к этому готовы. В Евросоюз нас тоже не в первый день войны взяли. Но уже взяли в кандидата, уже никуда они от нас не денутся. Так же будет постепенно и с НАТО происходить. Вообще, у этого визита, вы знаете, есть еще один такой смысл, мне кажется, очень большой. Кроме оружия, ну, потому что про оружие, казалось бы, можно и так договариваться, да, по телефону. Но вот что нельзя сделать по телефону, это сделать этому всемирное освещение. То есть, я вот смотрю последние дни американские телеканалы, и снова Украина в центре. Вот прямо в центре абсолютном. Сначала, благодаря нашему наступлению в Бахмуте, с этого началось. Когда началось наступление в Бахмуте, и когда были, кстати, поставлены британские ракеты, CNN активнейшим образом прямо со всех сторон это все анализировала, эту ситуацию. Потом пошло наступление в Бахмуте наше. И там корреспонденты CNN бегают по лесу прямо реально с нашими солдатами. И наши солдаты, что приятно, на чистом английском им показывают, что где и как. Потому что они учились-то многие уже в Британии и в США. Поэтому там хватает наших военных, чтобы сопровождать корреспондентов CNN. А это очень важно для картинки, потому что это означает на Западе, что западные зрители, они смотрят и говорят, о, так это же такие же люди, как мы. То есть, они точно воюют с какими-то там недолюдьми с той стороны. А это такие же, как мы, они вон по-английски разговаривают. А там какие-то дикари пришли к этим нашим нормальным людям. Потому что дикари же по-английски не говорят, а наши говорят. И сейчас, когда Зеленский стал ездить по миру, за эти несколько дней, это тоже бесконечная череда картинок CNN, BBC, все каналы, Bloomberg, все посвящено этому. А нас же немножко так задвинули. Ну, постепенно, само собой, усталость и так далее. И сейчас на фоне этого наступления это важно снова возбудить интерес, пробудить, чтобы сейчас после этого визита еще несколько недель у нас будет некая инерция, что каждая новость будет рассматриваться через призму этого визита. Потому что во время визита сказано много слов, во время визита снято много кадров, в конце концов. Во время визита проведены совместные пресс-конференции. Вот даже такой пример взять. Совместная пресс-конференция Шольца и Зеленского. И Зеленский на ней говорит, что мы сейчас, я в процессе этой поездки, хочу сформировать коалицию истребителей. Он не сказал, что Германия дала. Шольц же не сказал, что мы даем истребители. Но раз уже при Шольце сказано, что будет некая коалиция истребителей, то Шольце уже сразу осложняется жизнь. При этом, опять-таки, я уверен, что это более-менее согласованные позиции. То есть это не то, что там нельзя при Шольце начинать говорить то, что он с чем категорически не согласен, если это наш друг. Поэтому я думаю, что это тоже неким образом согласованная позиция. Вообще у меня есть такое чувство, что когда, помните, в Финляндию сначала поехал неожиданно Зеленский. То есть был неожиданно, что вдруг в Финляндии спрашивается. А вот тут, мне кажется, был такой подводный камень. В Финляндии, когда начался разговор про самолеты, была одной из двух первых стран, Финляндия и Нидерланды, которая прямо сказала, что она готова. Вот она свои самолеты готова дать. И Нидерланды сказали, что они свои самолеты готовы дать. У них нет самолетов собственного производства, поэтому нужно сначала что-то разрешение. Как в свое время Польша сказала первое, что она свои танки готова дать. Нужно только разрешение Германии. Так сейчас Финляндия готова дать. Нужно только разрешение США. поэтому я думаю что возможно возможно как в прошлый раз таким инициатором была польша а ключ был рука по танкам да ключ был руках германии так сейчас инициатором возможно стала финляндия а ключ в руках там вопрос какие самолеты да если еврофайтеры то ключ в руках германии и франции если это f16 это ключ в руках сша вот но вот это тоже большое движение в сторону самолетной коалиции сделано ну и наконец как вы сказали у нас папа римский еще есть да почти что на десерт да я думаю даже что эти сбитые брянские самолеты вот как они могли быть сбиты в день когда зеленский встречался с папой римский до совпадения нет пока шин слушайте у папы римского земной власти немного но на небе на небе еще разведку ватикана михаил я бы все может быть по-другому поэтому я бы тут ватикан не списывал со счетов в этом смысле возможно что это ватиканские какие-то делишки я думаю что зеленский смог показать папе римскому так лишь в личном разговоре показать обозначить список преступлений россиян совершенных украине и на оккупированных территориях все что сколько замучено наших людей и разрушение городов инфраструктуры обстрелы мирных городов это тоже преступление россиян да и само по себе естественно нападение на украину даже убийство наших военных от преступления потому что их военные сами выбрали этот путь а наши просто защищают родину и важно было чтобы зеленский все это лично донес по примскому чтобы тот потом не мог больше выходить и говорить и те и другие жертвы войны нет или это война против бога подождите если война против бога то получается что у нас что у россиян один тот же враг что ли мы против бога и они против бога как вы думаете что поменяется риторика папа франциска после его общения с зеленским но 40 минут длилось это общение плюс определенное время занимал перевод ему будет труднее он не может сказать я не знал знаете что я специально после этого визита полез и изучил а что делал ватикан во второй мировой войне я знал об этом весьма поверхностно мне стало интересно и вот папа пи 12 выступил в тридцать девятом году в апреле напомню что вторая мировая война началась сентябре он выступил в апреле и с чего тогда начиналось германия требовала от польши данцевский коридор если помните такую историю да то есть она требовала чтобы ей дали земли вдоль балтийского моря и позволили соединить территорию германии с территории восточной пруссии в одно государство в одну территориальную целостность как россияне хотели крымский коридор все один в один только то на севере а это на юге все один в один и папа пи 12 тогда в далеком тридцать девятом году сказал что он готов выступать посредником я посредник между германией англии франции и потребовал от польши отдать данцы к германии понимаете от польши католическом потребовал отдать данцы к германии то есть выступал прямо за гитлера папа пи 12 а потом началась война в сентябре и папа поменял позицию и после этого он организовывал специальные коридоры по эвакуации людей из польши и католиков и евреев которых они спасали во время войны и он единственное что он не сделал за все время войны он не осудила ни разу германия не осудил но действенную помощь союзникам он оказывал и по результатам войны например израиль сказал что папа римский тогда действовал помогал евреям спасал евреев и так далее израиль это признал а израиль очень щепетильно относится ко всем кто по-разному там себя вел во время второй мировой войны поэтому папа римский пи 12 смог поменять позицию да сначала считал что надо данцы к отдать но когда он когда поменял позицию там написано я почитал краткую справку честно скажу я же не дисклопедию огромную прочитал когда стало известно о зверствах о преступлениях против гражданского населения и так далее так далее папа пи 12 поменял свою позицию поэтому и нынешний папа может поменять свою позицию после того как ему действительно донесли уже всеми силами во всех преступлениях тем более что вы теперь знаете у папы римского нынешнего так вы зовут франциск нет я забываем франциска да хорхе марио Бергольо в Бергольо да вот он правда Бергольо разнала вот с рандunks так вот франциска и зеленского теперь есть нечто общее знает что объединяет франциска и зеленского со вчерашнего дня это все из позавчерашнего не помню Нет, не знаете. А что их объединяет? А еще в этом же ряду, например, Макрон. А еще в этом ряду Тихановская. А-а-а, премия Карла Великого. Да, ее вручают одному человеку в год. И среди тех, кому вручали, есть Франциск, Зеленский, Макрон, Клинтон, Жаскар Дестен, бывший президент Франции. У Зеленского очень хорошая компания. Хорошая компания. И Тихановская. И, кстати, Иван Павел II тоже там есть. Так что набор весьма интересный этих людей. Ну, кстати, из этого ряда, знаете, что выбивается? Там есть прям список людей. В 2002 году было награждено евро. Евро. В смысле, деньги. Да, они появились. Евро как... Когда-то лауреатом Нобелевской премии мира объявляли Европейский союз, кажется. Это было лет 10 назад. Но такое в истории вручения премии было. Да, здесь евро, как идея, объединяющая Европу, вот было награждено премией Карла Великого. Ну вот, поэтому теперь вообще, слушайте, эти заслуги этих людей одинаково признаны премией Карла Великого. Ни одного россиянина там нет. А Папа Римский и президент Украины там есть. Это приятно. Хотя, знаете, вот некоторые вот в Украине говорят, что, мол, не нужно брать какие-то награды, премии, мол, все нужно после войны. А во время войны не нужно принимать вот эти какие-то атрибуты. Относительно такого мнения, что вы думаете? А черт с ними, с атрибутами. Еще раз, тут важно то, что я сказал. Мне важно из этого награждения, не то, что Зеленского наградили, его всем уже награждали. Нас уже награждали всем. Нам в прошлом году и Евровидение подарили, премию первую, как бы, и, ну, просто потому что мы Украина, да, и там Зеленские на обложке Таймса, и украинский народ стоит на обложке Таймса, и так далее, и так далее. Но, и Пуллицеровская премия у наших журналистов, но здесь важен тот ряд, с кем ты. То есть, мы с кем? Вот мы на чьей стороне? Вот мы на стороне тех, кого я перечислил. Это однозначно. Там еще Хавьер Солана, бывший генсек НАТО, кстати, да, в этом же виду. И это всего раз в год, там не так много людей. Эта премия вручается, я не помню, года 60-го, наверное, то есть там всего человек 60. Если вы посмотрите, вы почти всех знаете, потому что это только самые большие действительно европейские лидеры в истории. И, ну, не только европейские, это же Билл Клинтон, например. Поэтому важно оказаться в этом ряду, это же некий клуб. И то, что наш президент теперь может позвонить Клинтону и сказать, слушай, Билл, как кавалер Клинтон Карла, звоню тебе как премию Карла. А вот это самое. Это же то, что он потом получит, получил бы что-нибудь после войны, это не помогло бы нам воевать. Это было бы знаком признания заслуг. Но все, что сегодня помогает нам реально воевать, конечно, надо брать. А почему нет? Снаряды помогают нам воевать? Помогают. А премия помогает нам воевать? Да, помогает. Вот таким способом тем, что эти люди в одном клубе. Зеленский во время своих визитов говорил о необходимости формировать вот эту коалицию истребителей. И мы с вами вспоминали вот о той помощи, которую предоставляет и Британия. Британские СМИ пишут, что этим летом Британия запустит базовое обучение для украинских пилотов. Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F-16, предпочтительных истребителей для Украины. Хорошо, пусть запустят. А что еще нет? Вы думаете, наших еще не обучают? Я почему-то думаю, что уже обучают. И британские будут дополнительными. Я думаю, что F-16, когда их предоставят, мы уже об этом узнаем. Да, да, да. Это возможно, да. Ну, что делать? Ну, F-16 будем ждать, как говорится. Потому что то, что летчиков обучать, это правильно. Тут же давайте так. В любом случае, в любом случае, дадут ли нам F-16 во время войны или не дадут? После войны-то нам точно дадут F-16. А куда мы денемся? В смысле, как будем защищать Украину без западных самолетов? А никак. Мы же не построим сами истребители какие-то, да? Не построим. Мы же не будем покупать в России истребители. Но это было бы совсем глупо. А все, что есть российских моделей или советских, мы по миру выгребли просто все. Заметьте, мы же Польша уже нам все отдала свое, что было. Словакия все отдала. Все все отдали практически. Поэтому я думаю, что просто других вариантов-то нет. Нет же какой-то, по волшебству, у нас не возникнет какая-то новая авиация. Она точно будет западного производства. Ну, а западного, ну, скорее всего, F-16. Кстати, вот британская разведка еще сообщила, назвала количество военных российских воюющих против Украины. По данным, российская группировка в Украине на сегодняшний день состоит из более 200 тысяч военных, входящих в 70 полков и бригад и разделенных на 5 групп. Начинали с 200-300 тысяч. Потом была вот эта частичная мобилизация. И даже если осталось 200 тысяч, то вопрос, а куда подевалось 100? Ну, как куда? Мы же, у нас на этой неделе будет юбилей. Мы уничтожили 200 тысяч россиян. И это убитые. А сколько с ранеными? И эти цифры, да, это цифры нашего генштаба. И многие выражают сомнения в том, насколько это достоверно. Но всякие обрывочные сведения, которые поступают из разных источников, из всяких разведок, от всяких политиков западных, так там тоже все эти цифры плюс-минус совпадают. Потому что если, надо сказать, что в Бахмуте за 5 месяцев 100 тысяч убитых и раненых россиян, это уже Соединенные Штаты Госдепы. 100 тысяч убитых и раненых. Да, из них только 20 тысяч убитых. Но это только в Бахмуте и только за 5 месяцев. А у нас бахмутская битва уже в 2 раза больше идет. Вот давайте, 40 тысяч убитых в Бахмуте россиян. Ну, вот, а Бахмут это одна пятая всей войны. Ну, реалистично более-менее, понимаете? Поэтому вот они и делись. Теперь как? Это убитые, а раненые, которые невозможно вернуть уже в строй которых. Вот они все и рассосались. Поэтому новая мобилизация, это уже и свет, скорее всего. Да, все идет по плану. И на Красной площади во время парада мы увидели всего лишь один трофейный танчик в исполнении так называемой второй армии мира. Швейцария. Очень интересные новости сообщает Евроньюз. Швейцария дает зеленый свет на поставки оружия в Украину. Две палаты парламента и над совет проголосовали за внесение поправок в закон, что позволит в будущем поставлять военную технику в Украину. Учитывая определенный статус самой Швейцарии, можем констатировать, что вот и это государство уже так в полной мере впрягается в предоставление необходимой помощи и поддержки для Украины. Ну там да, там кроме того, что поставка швейцарского вооружения еще важнейшим элементом является поставка иностранного вооружения, где есть швейцарские элементы. Все-таки Швейцария это такая серьезная промышленная именно держава. У нас все представление, что Швейцария это там банки, максимум сыр, да. Но когда ездишь по Швейцарии, это все какая-то тяжелая промышленность так бросается в глаза прям. Поэтому у них много чего производят, много элементов для этих вооружений. Сейчас есть определенные ограничения, которые вот этим решением, если оно юридически полное, я просто не знаю, честно говоря, какие там стадии должно проходить это решение. Но если это уже окончательно, не в курсе швейцарского законодательства, мало ли там как у них конфедерация устроена, то первым делом мы получим кучу всего, что мы не могли раньше там из Германии, Испании и так далее, с какими-то швейцарскими элементами. А потом уже в Швейцарии большие производители боеприпасов. Так что потом нам начнут ехать швейцарские боеприпасы, а это нам сейчас очень-очень нужно. Потому что их просто нет. Потому что нет альтернативных источников боеприпасов. Не то, чтобы можно было выбирать, что где-то еще есть. Мы просто берем все, что есть в мире сейчас. Продолжает пестрить с сенсационными публикациями издания Соединенных Штатов Америки The Washington Post. Пишет следующий основатель. Вагнер Евгений Пригожин предлагал Украине раскрыть данные о позициях войск России в обмен на отвод подразделений вооруженных сил из Бахмута. Украинская сторона на это не согласилась. Говорится в новой порции обнародованных документов разведки США. Мы уже, кстати, немножечко подзабыли об этих сливах Пентагона. Но они о себе продолжают напоминать. В материалах указано, что Пригожин поддерживал тайные отношения с украинской разведкой, которые помимо телефонных звонков включали и личные встречи с офицерами ГУР, не указанной африканской стране, говорится в одном документе. Но, кстати, вот и Зеленский вынужден был это все комментировать по поводу неких связей между, по сути, Будановым, который возглавляет ГУР, и частной военной компанией Вагнер. Что вы об этом думаете? Вот такая вот конспирология. Не знаю, если это есть, это хорошо, давайте так скажем. Потому что, ну, если наши разведчики смогли выйти на контакт с Пригожиным, да еще и пытаться договариваться с ним о том, что неважно сейчас в обмен на что, но он передаст нам некие секретные сведения, это большой успех наших разведчиков. Вот. Был ли он на самом деле, ну откуда я знаю. Но если он был, то это большой успех нашей разведки. Ну, это же надо с такими людьми работать. Посмотрите на Пригожина. Он сейчас, вот давайте так, Пригожин... Давайте, а Пригожине как о возможном политическом проекте. Вот если посмотреть на Пригожина как на возможного политического игрока, то у Пригожина, в принципе, есть все, все, для того, чтобы попытаться совершить государственный переворот в Российской Федерации. А больше ни у кого такого нет, а у Пригожина есть. Что не означает, что он его будет совершать. Некоторые, вот я прям слышал, как меня неправильно интерпретировали люди в эфире, говорят, что Тельман сказал, что Пригожин будет совершать переворот. Нет, не будет совершать переворот. У него есть все, чтобы совершить. Это разные вещи, да. Если у вас есть топор, не означает, что вы собираетесь убивать старушку. Может быть, вы собираетесь пилить и колоть дрова, да. Вот так и Пригожин. У него есть собственная армия, и у него есть опыт государственных переворотов. Это не означает, что он собирается его совершать, это означает, что у него есть такая возможность. Но предположим, что он захочет это сделать, тогда ему нужно будет прикрыть тылы свои, потому что он будет наступать на Москву. Он возьмет свое войско и пойдет на Москву. Для того, чтобы это войско обросло силой, чтобы устроить такую пугачевщину, помните такого, Пугачев Емельян, он же по дороге прирастал. А здесь по дороге с фронта прирастаешь быстро, потому что можно, собственно, вот эти 200 тысяч россиян, которые находятся на оккупированных территориях российских военных, их и нужно пригожно, собственно, забрать себе. Чем он их заберет? Да как? Едой заберет, консервами заберет и патронами. Он поэтому рассказывает о том, как хорошо снабжает он своих воинов. Это русские солдаты видят. Заберет он эти 200 тысяч, например, с собой в поход на Москву. И тогда все, до свидания. Вы знаете, там выражают многие сомнения, что ну а как он будет брать Москву? А как Муссолини Рим брал? Помните, был поход на Рим? Знаменитый поход. Знаменитый поход. Собрались вроде люди, вроде в разных городах. Вроде какие-то митинги сначала, то-се. А потом к ним еще какие-то присоединились. Спартак тоже на Рим собирался, но там, увы, Марк Лиценекрас помешал ему. Спартак был рабом, а сейчас рабы все в Москве. Наоборот, на фронте куются свободные люди в Российской Федерации, потому что им нечего терять. Они все равно завтра умрут. Какая им разница? И когда Муссолини только подошел к Риму, то в Риме испугались, и там король или кто назначил его премьер-министром. Так и здесь ведь в Москве тоже испугаются, когда войско пригожно пойдет на Москву. Особенно если пойдет не только в Агнер, но и регулярная армия. Но есть нюансы. Ему нужно договориться с одной силой, с ВСУ. Он поэтому сейчас говорит такие комплименты, что ВСУ нам не враг, наш враг бюрократ, а не ВСУ. Ну, чтобы ВСУ не стало идти на плечах пригожно тоже на Москву. Ему же это не годится. Ну, ВСУ дальше границ не пойдет, мы это понимаем. Но ему хочется пригожно, чтобы ему дали... Ну, если он... Все это в теории. Если он решит идти на Москву, то ему нужно будет, чтобы мы не стреляли в спину. Вот такие контакты, поэтому ему с ГУР могут быть нужны. И, в принципе, если он решит наступать на Москву, мы же не будем против. Не будем. Мы готовы в обмен на это не стрелять ему в спину. Готовы. Мы просто наступать за ним до нашей границы. Готовы. Ну вот, мы только за переворот в России. В общем, будет хорошо. А вот если мы будем исходить из той версии, которую буквально на днях озвучил Игорь Гиркин-Стрелков. Он сказал, что, по сути, Евгений Пригожин – это проект братьев Ковальчаков и Сергея Кириенко, которые сейчас занимают должность заместителя руководителя администрации президента России. Тогда о каких возможных связях, договоренностях, вот этой теснейшей кооперации между главным управлением разведки и Пригожиным мы тогда говорим. И посмотрите на братьев Ковальчаков, как они выглядят. А ты же что? И ответьте на вопрос, кто чей проект называется. Братья Ковальчаки – проект Пригожина. Верю, наоборот, не верю. Да, когда-то ты сначала думаешь, что это твой проект. Сначала. Но потом выясняется, что он сильнее тебя. Потому что Ковальчаки почему могли придумать Пригожина как проект? Ну если, конечно, хотя так, ну если вдруг. Или подумать, что он их проект. Потому что у них много денег, и они близки к Путину. Это все. Ну если что, у них есть у Ковальчаков, кроме денег и Путина. Больше ничего. Денег у Пригожина уже не меньше. Может и больше. Вообще-то неважно при таких суммах уже у кого больше денег. Потому что это ничего не решает. Близость к Путину – так это сегодня может быть слабость, а не сила. Ой, они друзья Путина. Так их первыми расстреляют. Черная метка. Конечно, первыми расстреляют, значит. Это было круто год назад, что ты друг Путина. А сейчас друг Путина – это ай-яй-яй, как бы ничего хорошего. Не отмоешься. Вот, поэтому… Причем ничего хорошего для патриотов, сейчас имею в виду. Не для нас, для патриотов России. Для всех этих Стрелковых, вот Пригожных и так далее. Ну таких, которые изображают, по крайней мере, все. Не, Стрелков, наверное, настоящий. Пригожный ситуативно. Поэтому это все слабость, а не сила. И на кого будет завтра работать Кириенко? Кириенко работал на кого угодно. Правильно? Он работал на Ельцину, на Черномырдину, на кого? На всех. Кто нанимал, того и работал. Завтра что, не может Пригожин нанять Кириенко? Да вообще в раз. Это же не Ковальчуки, у которых реально дружба с Путиным и миллиарды. Кириенко, ну хорошо, есть там у Крана миллиард за всю свою жизнь и все. Может, ничего нет. Поэтому Пригожин купить Кириенко может вообще на раз. А вот Кириенко купить Пригожина не может, как вы догадываетесь. В разрезе обсуждения визита Зеленского в Ватикан, его встречи с Папой Франциском, мы с вами так коснулись вот этой темы самолетопада в Брянской области. Я напомню, что буквально в течение нескольких часов одновременно потерпели крушение истребители-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, и два вертолета Ми-8. И по поводу Пригожина, он же выдвинул свою версию случившегося, намекнул, что боевые машины пали жертвой дружественного огня. Сказал, что все четыре объекта упали по кругу радиусом примерно в 20 километров и предложил подумать, какая система ПВО могла находиться в центре этого круга. А Юрий Игнат, это спикер воздушных сил вооруженных сил Украины, заявил о том, что их сбила российское ПВО. И самое интересное, что в эфирах федеральных российских каналов эту тему обошли стороной, как будто ничего не произошло. В российских каналах еще бы они рассказали, что у них самолетов падают в Брянской области. Тут мне приходит аналогия очень простая. Давайте вспомним 9 августа прошлого года. 9 августа прошлого года в Крыму взорвался аэродром. Взорвались эти баки с горючим и разлетелись к черту самолеты штук 7, 8, 9 уже сейчас не вспомнили. Новый Федор, как кажется, было тогда первое. Наслание аэропортов не могу запомнить. Мне все эти русские слова одинаковы. Одинаково с ними, да. Важен сам факт. Аэродром взорвался. Значит, мы сказали, что это Бавовна. Ничего не знаем, не понимаем. Что-то у вас у самих взорвалось. Но на следующий день, если бы вы зашли в сводку Генштаба, вы бы обнаружили там эти самые 7 сбитых самолетов. Когда взорвалось что-то само в Энгельсе, тоже мы были ни при чем. Но зайдя в сводку Генштаба, мы нашли 2 стратегических бомбардировщика. А сейчас, когда в Брянской области, по словам Игната, упало 5 единиц техники, то есть 2 самолета и 3 вертолета, то мы тоже ни при чем. Но если вы зайдете в сводку Генштаба, вы этих цифр не найдете там. Там их нет. Они там не фигурируют. Мы за последние трое суток не сбивали самолетов и вертолетов. Поэтому, так как сводка Генштаба не врет, то получается, что это не мы все-таки. Понимаете? То есть, когда это не мы, но на самом деле мы, то мы в сводку записываем. А когда это не мы и на самом деле не мы, нам чужих достижений не надо. Если российская ПВО ухитрилась сбить сама свои 5 единиц летающих железяк, то всю заслугу мы готовы подарить им. А нам и так будет прибыльно. Но как это произошло? Вот тут вот вообще. Вот, кстати, если уж говорить, что я не военный эксперт, то придумать ситуацию, в которой россияне сами сбивают свои 5 самолетов и вертолетов, но это надо точно военных поспрашивать, кто разбирается с ПВО, как можно ли как-то обмануть, запутать. Обязательно спросим. Тем временем, одному из управлений ФСБ России поручено в срочном порядке усилить контроль по предупреждению и пересечению возможных новых атак, в том числе с использованием беспилотных подводных судов на крупные водные объекты. В частности, речь идет о Крымском, Керченском масте. А что же там эти боевые дельфины? Не смог вот этот объект, просто вот гордость Путина защитить? Необходимо вот какая-то вот дополнительные силы бросать в защиту? Вы знаете, беспилотными-то аппаратами мы, скорее всего, конечно, мост не взорвем, потому что маловато будет беспилотных аппаратов. Насколько я понимаю, должен загубить целый мост. Вот, придется нам серьезными ракетами это все взрывать. В прошлый раз мы диверсантами взрывали. Нам придется все это делать. Вот, а то, что они там усиливают, ну, они сообразили. Слушайте, ну, на 15-й месяц войны самое время усиливать охрану самого главного своего стратегического моста, от которого зависит судьба всей твоей войны и всей твоей группировки. То есть мы ее уничтожим, так все, кончится группировка россиян в Крыму. Вот, поэтому будет очень даже смешно, мне кажется, если они сейчас только начали ее укреплять. Это как Путин по результатам, когда мы взорвали Крымский мост, по результатам Путин предпринял меры. Сказал, поручаю ФСБ усилить, усилить. А, да на встрече с этим, как же его, по Стройкиным, да? Да, 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 поручаю усилить все-таки. А, да, раньше не надо было, ну, хорошо. Михаил, давайте с вами вот обсудим и состоявшиеся выборы в Турции. То есть какие выводы можем сделать, что если с парламентскими выборами там все более-менее понятно, парламентское большинство будет за партией Эрдогана в Великом национальном собрании, то победитель выборов президента Турции в рамках первого тура, его не удалось определить. Через, хотел сказать, две-три недели, через две недели состоится второй тур. И достаточно жарко будет в этой солнечной Турции именно в этот период, до второго тура, ну и, наверное, и после. Будет, но я честно скажу, что тут мне не хватает компетенции, чтобы что-то говорить, в каком смысле объяснил. Тут уже не военный вопрос. Вернее, как, компетенции хватает, не хватает данных. Тут нужны данные. Потому что это очень ответственно, да? Я же политтехнолог, политтехнолог в своей сфере не может без данных разговаривать. Так я могу общие темы рассуждать. А здесь давайте так, вот выборы. 49.3, грубо говоря, набрал Эрдоган, так? Так, казалось бы, не хватает 0.7. Ну, казалось бы, в втором туре ему победа гарантирована. Но это неправда, не гарантированно. По нескольким причинам, которые могут существовать, но мне неизвестны. Пункт первый. Значит, вот есть кандидат, занявший третье место, у которого 5 с чем-то процентов. Куда перетекут его избиратели? Тут надо разбираться, надо смотреть социологию, которая есть в каждом из штабов. Но в открытом виде нигде я ее не нашел. То есть вот за кого проголосуют во втором туре сторонники того, кто занял третье место, я такого не нашел. Перекрестные, перетекающие голосовые. Да, да, да. Перетекание этих голосов мне неизвестно. Это раз. Но это еще не все. Потому что есть еще нюансы. Знаете, что еще неизвестно мне и нигде, кроме штабов? Вот есть люди, которые не пришли на выборы. У них там явка, ну сколько-то, не 90% точно. Вопрос, сколько из тех, кто не пришел на первый тур, придет на второй. А это очень важный вопрос. Потому что, когда ты собирался бы голосовать за оппозицию, но не веришь, что ты можешь победить Эрдогана, то ты не идешь на выборы. А когда наступает второй тур, ты начинаешь верить, что ты можешь победить Эрдогана. Вот. И сколько таких людей придет. Это одна сторона медали. Но может быть, ровно наоборот. Это тоже надо смотреть в социологии. Что может быть? Может быть, что сторонники Эрдогана, наоборот, не шли на выборы, будучи уверены в его победе. Понимаете? Такое же тоже бывает. Ну тебе позже все равно победить. Зачем я пойду? И тут, когда они увидели, что власть шатается, они могли прийти. Мобилизоваться и прийти. Эрдоган проиграл Стамбул. Эрдоган проиграл выборы в этих поселках, курортной зоне, скажем так. А вот глубинный народ, понятное дело, за кем пошел. Ну, надо смотреть социологию, и так вот однозначно я сказать не могу. Какой процент явки в Стамбул? Ну, например, надо было бы, чтобы я давал какие-то прогнозы. Смотрел, какой процент явки в Стамбуле? Проиграл. А процент какой? То есть там есть запас как бы... Какой разрыв еще? Какой запас у Калычдара-Углу на второй тур в Стамбуле, если он сможет мобилизовать своих сторонников? То есть, да, сейчас будет жара настоящая, страшная. Эти две недели будут, конечно, в истории Турции чем-то очень... Ну, тут еще, Михаил, насколько я правильно понимаю, важна и публичная позиция тех кандидатов, которые во второй тур не прошли. Будут ли они публично кого-то поддерживать и призывать своих сторонников отдать свои голоса во втором туре? Или за оппозиционного кандидата, или поддержать действующего президента Эрдогана? А их там всего два, этих кандидатов. И один из них набрал пять с чем-то процентов, а другой ноль только что-то. То есть, обладателем золотой карты или золотой акции является тот кандидат, который набрал пять процентов? Конечно, конечно. Так, и есть еще одна информация. Associated Press пишет о том, что завтра в Киев приедет специальный представитель Китая по вопросам Евразии, Ли Хуэй. Именно тот Ли Хуэй, который в свое время был послом Китая в России. И в его планах посетить не только Украину, но и Польшу, Францию, Германию и Россию. И намерен он обсуждать украинский кризис. Украинский кризис продолжает так Китай, называет Российско-Украинскую войну. Вот чего следует ожидать от вот этого спецпосланника от Си Цзиньпини? Ну, для начала надо выучить его имя всем сейчас. Ли Хуэй. А почему надо выучить? Потому что мы будем произносить, вот, надо ли учить Калыч Дар Углу, это мы еще не знаем. Мы через две недели узнаем, надо ли учить Калыч Дар Углу, или мы о нем забудем в ближайшие годы. Или мы забудем о Раджепе Тейпе Эрдогане. Или так, или так. А вот, ну, Эрдоган у нас уже вошел в историю. Его мы уже не забудем, а Калыч Дар Углу не вошел. И если он не победит, то он не войдет, и мы его забудем. А вот Ли Хуэй, казалось, такая распространенная, прямо скажем, имя и фамилия. И нам нужно запомнить, потому что он будет каждый день теперь звучать, каждый день. Он будет ездить туда-сюда, он будет то в Москве, то здесь. И все время все будут цепляться за каждым его словом, а все слова будут абсолютно нейтрально, а мы все будем страшно истолковывать, что же он имел в виду, и что же он хотел сказать. Но я прошу вот пока всех успокоиться. Пока ничего. Вот пока все, что он будет ездить, в ближайший месяц, два, все, что он будет говорить, вообще будет неважным. Потому что, как, это же Китай, штука большая, назначили нового человека. От него никто не потребует результат через неделю. Он будет ходить, сидеть, пить чай здесь со всеми нашими представителями правительства. А потом в России там будет сидеть пить чай. Ну там с опаской, конечно, потому что в России чай разный бывает, а здесь чай у нас хороший в Украине. И поэтому пока нечего говорить. Ну в смысле, просто пока надо запомнить, что есть такой Лихуэй. И что когда вам говорят Лихуэй, не торопитесь пугаться, как бы ни звучали его звери. Ну мы помним, что говорил и Владимир Зеленский относительно вот этой спецмиссии, что и этот представитель, прежде всего, должен вести переговоры на уровне Китай-Европейский союз. Ну, во-первых, это в принципе договорились Зеленский с СИЖ, договорились о том, что такой чек будет. Это раз. Второе, то, что Китай-Евросоюз, это правильно, потому что, конечно же, задача номер один сейчас у китайцев, настоящая такая, не я им ставлю эту задачу, это они сами, в смысле, так уверенно считают, это сформировать общую позицию с Евросоюзом, потому что с Россией сейчас не получится. Ну не получится у китайцев сформировать общую позицию с Россией. Если бы получалось, знаете, на 9 мая поехал бы Лихуэй прекрасно на 9 мая на парад. Но он же не поехал на парад. Не поехал. Ну, правда, встречался Шейгу с министром обороны Китая, в Индии, кажется, это было. И с министром обороны Беларуси он встречался и будет смеяться в Индии. А почему он будет смеяться? Потому что с чего бы Лихуэй встречаться с министром обороны Беларуси? Наверное, потому что не хотят они, чтобы размещала Россия там ядерные свои силы. Но, правда, тут как бы особо говорить сейчас-то нечего. А с Евросоюзом, потому что им нужно вот эту общую позицию, общий документ. А дальше с этим общим документом они будут вместе давить на Российскую Федерацию. Но пока они только на пути. Макрон и Макрон, Урсула фон Дерляйен и Китай на пути к формированию этой общей позиции. По поводу Лукашенко, насколько ему там у него Лихуэй и не Лихуэй, разные вот слухи вокруг него ходят. Заболел, не заболел, умирает. Не умирает, не важнее, как он выглядел на параде 9 мая. И потом он срочно полетел в Минск, принимал участие в каких-то собраниях, приуроченных 9 мая у себя уже дома. Но не выступал, пропал. Вот был государственный флаг России, там выступали другие люди. Что происходит? Не знаю, болеет человек, но что мы к нему привязались? Ну болеет. Это не в наших руках и не в чьих. Это вот как раз это к Папе Римскому, если мы хотим выяснить, что будет с Лукашенко в этом смысле. Нам важно не это, не что будет с Лукашенко, потому что мы предсказать не можем, не в наших руках. Нам важно быть готовыми всем. К разным сценариям. К одному. К сценарию он жив, мы уже все готовы, потому что мы в этом сценарии живем, когда Лукашенко жив. Надо быть готовым к сценарию, что Лукашенко умер. Предположим, что Лукашенко умер. Что будет сразу, в тот же день, что будет в ближайшую неделю? Я вам скажу. Россияне будут пытаться захватить Минск, каким-то способом поставить своего человека? Будут. Но при этом у них на это много сил? Нет, мало. Они очень сильно заняты войной. Я сейчас не говорю, что им не хватит бронетранспортеров или танков. Им не хватит политической воли на это. Они начнут заседать, совещаться, колупаться в носу, спорить с Пригожиным и так далее, и так далее, и так далее. И это будет исторический шанс для белорусской оппозиции взять реванш за 2020 год. То есть то, что в 2020 не получилось, можно сделать сейчас. Но для этого им нужно сегодня сидеть, как говорится, на чемоданах. Потому что вот тогда разбежалась огромная толпа оппозиционеров. Те, кто не в тюрьме, они разбежались. Это и правительство, так называемое правительство Тихановской. Тихановская у нас сейчас уже более-менее, пусть не признанный нами, но не вражеский нам лидер. Потому что вчера Зеленский с ней руки жал. Все нормально. Значит, Тихановская раз, как сила с севера, из Вильнюса, с юга. То есть от нас полк Калиновского, которая военная сила, которая может двинуться на Минск. Совершенно спокойно дойти до туда. В Польше есть огромное количество белорусских оппозиционеров, которые могли бы приехать в помощь на польских танках. Чуть что. И, наконец, можно выпускать оппозиционеров из тюрьмы. Ну, представьте себе, что умер Лукашенко. А полк Калиновского штурмует тюрьму, в которой сидят, ну, тюрьмы, в которых сидят белорусские оппозиционеры и всех выпускают. Это пять тысяч политзакриченных. Пять тысяч. Это еще один полк Калиновского. Представляете себе? Вот. И это люди, только что отсидевшие в тюрьме. То есть, если сработать быстро, если все это у них достаточно как-то скоординировано, то можно воспользоваться моментом. Если этот момент упустить, то есть, если за неделю-две власть в Минске не взять, то тогда точно там будут россияне. Но если взять, то в чем плюс? В чем, да. А плюс в том, что легитимность Тихановской-то признана всем миром. Ее принимали уже везде. Поэтому не будет сложности с тем, что кого мы признаем, кого не признаем, кто признает. Весь мир признает тут же. Вот стоит Тихановской въехать в офис президента Беларуси, физически въехать. Вот прямо на штыках полка Калиновского. Как весь мир скажет, вот, так это же президент Беларуси. Мы же признаем, конечно. Хорошо, что хоть есть, до этого же два года вообще не было президента. А теперь вот есть Тихановская. Сейчас ее не признают официальным президентом никто. Сейчас. Она будет физически там, все признают. Ситуация-то будет без власти. А у них как? Так, Макея уже убили, россияне. А это был второй номер. После Лукашенко очевидный преемник был Макей, конечно. Его уже нет. А других-то очевидных преемников нет. Круг сузился. Михаил, приближаемся к завершению нашего с вами эфира. Ольга Скобеева, известная российская пропагандистка, она попала в скандал, опубликовала в социальных сетях фото в цветах украинского флага. Она опубликовала желто-голубые цвета с надписью «Всем весны». Очень скоро, очень скоро она потом снесла вот это сообщение, там какой-то вот симпатичный букетик. Но, знаете, как-то неосторожный шаг, потому что действительно выглядит вот эта фотография букета как украинский флаг. Ну, слушайте, ну, тут что я должен прокомментировать? Это какая она дура, почему она не подумала, какой цвет флага получается? Да, может, не надо было уже удалять дура дурой, но так оставляй, не привлекай больше внимания. И так бы привлекло, и так уже хорошего решения нет. Знаете, это вот я, мне все бросается везде в глаза, когда я вижу что-нибудь цвета российского флага. Просто есть много чего, они же такой флаг сделали в России, потому что зубная паста, блиндомет или какая, Аквафреш, да? Это же у них контракт с Аквафрешем рекламный, поэтому они сделали такой красный, белый, синий флаг, как известно у россияне. Но это мы уже так, у нас как ториадор, да? В смысле как бык на красную тряпку мы реагируем на этот российский флаг. А значит, в России нет такой реакции, мгновенной, ну, нет такой мгновенной ассоциации. У нас же невозможно такой набор цветов представить нигде. А у них, значит, вот возможно. У нас бы сразу заметил любой украинец, мне кажется, российский флаг. Тут еще и Симоня начала оправдывать российские власти, что якобы в Кремле никто никогда не называл, что же именно являются вот этими пресловутыми красными линиями. Кто и когда из руководства РФ хоть раз называл, что именно являются красными линиями? Это называли эксперты телеграм-канала, когда Путин говорил, что, мол, это и есть красная линия. Вот это уже интересно пошла вот такая риторика. И она же ранее говорила о красных линиях. Писала же в своем телеграм-канале. Ну да, но это у них есть такая галлюцинация тяжелая у россиян, реально тяжелая, связанная с тем, что они почему-то... Они думают, что у них есть еще одна армия, знаете, вы замечали или нет? Вот эта Симоняна нас что-то недоумевает, что как же, почему мы до сих пор не нанесли, так это мы не нанесли, потому что они еще не перенесли красную линию, вот эта вся история. Но правда в том, что у них больше ничего нет. Что все, что россияне делают, это все, что у них есть. Просто все, все, больше нет. А 90% жителей России уверены, что у них там как? Но они же великая страна. Им кто-то рассказал, что они великая страна. И поэтому они так сильно заблуждаются. Это знаете, как самое смешное... Сегодня даже очередная смешная такая мелкая новость из России, но тем не менее. Они там возмущаются. Сейчас чемпионат мира по хоккею начался. Вот в выходные. В Латвии проходит чемпионат мира по хоккею. Не слежу. Да. Не знал. Ну да, чемпионат мира по хоккею. А для России это же хоккей национальный вид спорта. Их, естественно, не допускают на чемпионат мира по хоккею. Они в прошлом году, ни в этом, ни в следующем уже их отлучили от чемпионата мира по хоккею. И они говорят, ну как, это же не будет считаться настоящим чемпионатом, ведь там же нас нет. Вот сборная России самая сильная команда в мире, а ее нету, значит, на чемпионате мира. Как же тогда? Что же это за чемпионы? Знаете, что они не знают? Например, сборная России ни разу не выиграла Олимпиаду. Просто ни разу. Да? Потому что они же помнят советские достижения и думают, что это как бы да, что это все так и есть. Но это, кстати, Союз выигрывал. А Россия никогда. Никогда. Выигрывала однажды этот, как это называется, СНГ. В 1692 году сборная СНГ выигрывала. Олимпиаду действительно. А в 2018 выигрывала сборная ОКР, Олимпийского комитета России. Но не России. Потому что Россию отлучили тогда от Олимпиады за допинг в Сочи. А сборная России ни разу не выигрывала. А у них вот самая великая сборная, понимаете? Вот так и это. Самая великая армия. А ничего нету. И Симоньян тоже думает. Она же искренне думает, что у них есть еще какая-то там что-то в загашниках. Но это все. Вы показали все, что у вас было, товарищи. Ну что же, Михаил, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот разговор, за эту беседу. Михаил Шетельман, политолог, политехнолог и писатель. Был сегодня вместе с нами на Политек. А также благодарен всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Берегите себя. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok